Девушки отдыхают Ну, мэтр, как вам? Что значит нет новогоднего настроения? Как вы сказали, подарок? Надо посмотреть в словаре. Так, посвяталь, пигворс, оленники, подарок. А, подарок. Вещь, которую дарят безвозмездно, чтобы доставить удовольствие. Так странно. Мэтр, и на Новый год все, как вы говорите, дарят подарки? А в чем смысл? Что значит я слишком злой? Церац, церац! Да? Что вы хотели? Скажите, а я слишком злой? Да. Вы вообще электронную почту читаете? Какую почту? Электронную? Так, почтовый ящик нужно было подключить к розетке? Так, неважно. Ну, если вы так хотите, то всем подарки. Хе-хе-хе-хе-хе. Добавим новогоднего настроения. Всем новогоднего настроения. Так. Я сказал всем! Мэтр, вы неисправимы. Ну ладно. Теперь старец Фурат Добрый. Все ключи участники сегодня получают просто так. Эээ, старец! А это не слишком? Ну, подумаем еще. Так, почему вы все здесь? По местам. Время начинать. А теперь пора посмотреть что-нибудь интересное. Так. По местам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте посмотрим... Как я и сказал, сегодня особая игра. Весь форт преобразился. Необычные приключения, новые испытания, сюрпризы для участников, снег повсюду и огромная елка в центре порта. Там мы и начнем. Сегодня в Майнфорте и новички, и хорошо знакомые лица. Начнем с них. Александр Дубов провалил свой первый экзамен в Боярг-Академии. Получит ли он второй шанс? Саша Матюнин знает о Майнфорте все. Удивит ли его старец Фура чем-то новым? И вместе с ними впервые в Майнфорте Егор Мальков, биатлонист в Майнкрафте. Сможет ли он проявить себя на стрелковых испытаниях? Скоро узнаем. Пожелаем команде удачи и новогоднего настроения. Ура! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Новогодние приключения ждут вас. Первый подарок ждет вас в центре форта. Игра начнется, как только вы опустите рычаг. Дайте мне. Поехали? Давай, уступаем. Ну, вздрогнули. Побежали. О, боже мой. Это же он. Это же он. Это он. Еееееее... Быстрее, 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 ребята. Быстрее, давай. Второй фосе, ребята, потому что тут нас уже заждались. элиас добрый ночи рад видеть вас майфорте приветствую с наступающим тебя ну что же скоро новый год и сегодня специальная ночная новогодняя через несколько дней новый год и старец фура уже подготовил вам подарок правда он не все понимает подарок подарок обычно находится где сундуки под елкой в коробке в коробке под елкой обычно подарок находится под елкой откройте этот сундук ну-ка там пусто то пустой разумеется пустой как я уже сказал старец фура не очень хорошо понимает подарках поэтому подарок находится не под елкой а на самой ее вершине посмотрите на до находится сундук и в этом сундуке вас ждет первый подарок ну что 30 минут уже начались как вы слышали горк прозвучал поэтому давайте не будем терять время и скорее же узнаем что наверху этой елочки да но давайте не терять время ведь 30 минут уже идут ключик что там ночь ключ ключ ура спускайтесь спускайтесь и это первый ключ на сегодня передайте его посвятали петель так ну что можем продолжать кстати саша дубов а ты где а я здесь я тут искал может еще какой-то подарок найдется может еще один ключ а вот пока ты искал вы уже добыли первый ключ ну что он не так веди нас на первое испытание бежи вы сделали то что я просил да я сделал все как вы сказали что я сказал напоить снеговиков понял дурак итак первый ключ уже у вас сегодня как я уже сказал специально новогодняя игра и испытания будут под стать этому саша матюнин я приглашаю тебя в зимний дворец зимний дворец снеговики которые охраняют этот дворец очень несносная твоя задача расставить их по углам более того один из них сбежал поэтому четвертый угол для тебя когда все станут на свои места ты получишь ключ и так отправляю тебя за вторым ключом саша дубов и егор подскажут тебе 321 время пошло давай саша мы в себя верим удачи доверяю удачи так да тебе нужно расставить этих трех снеговиков по углам дворца так один уже есть они конечно товарищи неуправляемые но в принципе если очень быстро все сделать то можно управиться в этом этом войну все тебе удалось до молодец и хорош саша передай ключ подсветали но игра уже бодрее пошло сразу два ключа одним путь слишком быстро нужно еще три но не будем терять время пас виталий веди нас на следующее испытание бежим как вы знаете но кому нужен кетчуп на новый год в оливье его не добавишь в инегрете он не смотрится а мандарины с кетчупом не вкусно хотя и не пробовал вот а пряники на новый год любят все и старец фра переоборудовал эту келью под производство пряник а впрочем задача остается той же принести пряники как можно быстрее чтобы получить ключ это испытание для тебя его ну что ты готов готов давай удачи 3 2 1 время так и горочь кнопку и побежал это та же самая кетчупная только с пряниками так отлично поспеши немножко сразу это как не надо не не и просто идти ползи дальше ползи дальше до конца бери печеньку выходи обратно к началу по воде поторопись немножко время есть еще но немножко поторопись я вот так его егор ты назад можешь по воде спуститься если что в следующий раз так выкидывай печеньку печенька кида и давай быстрее вы немножко не забывай нажать кнопку так все ползи обратно почти половину времени только не сорвись время еще много на столько времени еще много на двух печенек я бы не хватит еще есть попытки давай еще раз попробуй осторожно только половина времени ты не забыл нажать кнопку нет она там есть осторожно окей ник аккуратненько быстрее нас по себе что молодец молодец еще поторопись немножко времени кидая печеньку и нажимает не звук не забывай нажимать кнопку ключ постепенно еще чуть-чуть еще чуть-чуть уже есть время время есть время еще есть может успеть аккуратно у него есть время главное главное не надо да да ты то самое главное успеть еще вернуться кин надеюсь этой печеньке хватит давай 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 по воде торопись времени осталось поспеши немножко поспеши лучше поспеши давай давай скорее быстрее 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 ключик ты можешь забрать ключ ключ попробуй взять быстрее приходи забираю выходить бегом-бегом бегом-бегомelu считали ключ и молодец поразительный результат ну что давайте отправимся на следующее испытание она будет довольно необычным по цветам иди нас ну что зима учебный семестр подходит концу и тебе саша дубов предстоит дать небольшой экзамен по предмету майнкрафта не немного странный но не бойся если ты правильно ответишь на вопрос то принесешь команде ключ саня давай но я подавайся же это мы верим в тебя саша заходи в 215 а аудиторию и надеюсь ты принесешь нам еще один какой 4 саня повнимательней почему у меня на календаре 23 августа за окном снег а александр сколько лет сколько зим здравствуйте вы уже второй раз приходите ко мне в гости а я до сих пор не знаю сколько вам лет мне много-много на вид вам 25 значит 20 костей у вас уже сразу так о чем это я вы хотите в армию нет я там был я я вот тоже не хочу я недавно узнал что в армию стреляют представляете вот так интересно он целый не вредим александр как вы понимаете тут что-то не так вопрос на который вам нужно дать ответ почему снеговик до сих пор живой и так вот такая новогодняя загадка есть четыре варианта ответа и так первый перед снеговиком есть невидимый блок второе возможно снеговик под зельем огнестойкости третий в новогодних настройках майнкрафта снеговики не уязвимы или же огненные шары вообще не действуют на снеговиков блин я даже не знаю честно говоря попробую предположить что на снеговиков огненные шары не действуют ну что ж давайте пройдемся по вариантам и так невидимый блок а ну-ка блок и блока нет ну как вы видите никакого невидимого блока нету и снеговики не 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 уязвимы вот так вот да может быть огненные шары не вредят снеговику да нет они же снега как же они не вредят вот вредят вредят верно но вы ответили к сожалению неверно это обычное зелье огнестойкости вот ключ давайте проверим действует ли на него зелье огнестойкости нет нет пожалуй сгорела а что происходит ну как же так вы сегодня остались без подарка жалко но ничего еще отыграемся нас еще три темного испытаний ступа сиева счастливого года и вам ну что алекс в этот раз тебе не удалось достать ключ боярт академии но у вас ребята просили там да не чуть ничего страшного ничего и время ничего страшного давайте давайте отправимся на следующие испытания давайте ребята еще есть время еще есть возможности попытки мы это сделаем запуск учений с 321 кому должен фермер когда из динамит ну что очередное испытание многие из вас не знакомы она называется пороховая бочка но как я уже сказал скоро новый год и вместо пороховой бочки тебя его ждет подарок взрывной сам подарок тебя на самом деле не интересует тебе нужно всего лишь встать на него чтобы протолкать вагонетку с печкой по рельсам и когда доедет до конца ты получишь ключ понятно я готов вот саша матюнин там уже был я думаю тебе подскажет ты готов готов 321 поехали так за временем следим так и подарок давай значит находили вагонетку где она нашел нашел давай толкай самого краюшку я упал на уголок чтобы не падать прыгни прыгни и толкни попробуй прыгнуть и толкнуть аккуратненько чтобы ее как толкать правой кнопки правы 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 встань на уголок встань на уголок прямо к ней и про ее локура юшку ее короче правой кнопочкой толкай нажимай нет слишком все 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 толкаю главное ты можешь попробовать от прыгнуть влево и в этот момент попробовать ее передвигаться хорошо да самое сложное это начать да самое такое достаточно реально непростое ты не поверишь на половину времени прошло да тебе лучше поспешить да но как только ты сможешь ездить с начальной точки все пойдет легче если смогу попова смотри попробуй встать на самый левый край подарка максимально на уровне вагонетки прыгнуть влево и прыжки нажать правую кнопку мыши почти четверть времени осталось вот да вот примерно так примерно так это и нужно делать не получилось ничего ничего мало времени прыгай algorithms прыгай еще чуть побыстрее чуть-чуть готовьте выходить скоро осталось немного времени выходи выходи заканчивается быстрее 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 все успел Успел Фух, на последней секунде успел выйти Ну что, к сожалению, ты потратил очень много времени на то, чтобы сдвинуть вагонетку с начальной точки Но потом ты понял, но времени уже не оставалось Это было сложно? Достаточно Ну, ничего страшного У вас три ключа и мы немножечко, кажется, мы немножечко зависли Уже два испытания без ключей Я надеюсь, в следующем испытании мы переломим эту неприятную серию Пас Виталий, види нас на следующее испытание Бежим Бежим Саша Матюнин, скажи, какая твоя любимая новогодняя песня? Ааа, в лесу родилась елочка, в лесу она росла Ну, это классика Саша Дубов, а твоя? Ну, песня группы ABBA Happy New Year О, я как раз хотел сказать, что мне тоже очень нравится эта песня Но это не так важно сейчас, я спросил вас просто так Любая мелодия состоит из нот До, ре, ми, фа, соль, ля, и си Кто бы мог подумать? Ваша задача определить эти ноты и расставить в правильном порядке цветные провода, которые соответствуют этим нотам Чтобы вам было проще нота до уже на месте Как вы уже догадались, это парное испытание музыкальный код И на него пойдут два Саши Ого, наконец-то Музыкальные гиганты идут в бой Итак, ну что, вы готовы? Да Сань, давай разделим ноты, короче, я предлагаю, да? Не, стой, подожди, давай вот как сделаем Короче, я тогда буду нажимать, ты, ты ставить Все Ну что, я надеюсь, вам удастся принести четвертый ключ Три, два, один, время походу Поехали Так, начнем Так, до Подожди, 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 первое Стой, так, первое, до Вот это, Ре Вот, Ре, ставь, ставь, ставь Так, вот Ре Дальше Так, теперь сначала Мне, стой, давай сначала Стой, стой 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 Так, до Нажимай Ре Нет, до, да, шла где-то четверть времени Еще раз так До Ре Иначе крайняя подожди До, Ре Жми Так До Ре Вот, Ми Ставь, отлично Так, стой здесь Я сейчас это так, значит До Ре Жми Я хочу сказать, что вы поставили Я, я хочу сказать вам, что вы поставили два оранжевых провода Ой Ну зачем так вот сюда фа вот самый крайний один из них явно лишний по крайне а вот сюда до самой крайне так давай еще раз до не фарми 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 пришла половина времени ребят пожалуйста вот тихо тихо вот так вот еще раз давай фа вода на соль соль парни пришло больше половины времени чуть-чуть поторопиться ту крайнюю нажми дома крайнюю нет осталось которое предпоследие так еще раз это си по моим попробуй си проверяю отлично есть все молодцы вот все молодцы парни ура и отлично вы справились вам оставалось как раз немного времени вы успели ну что передайте ключ посвятали и у нас грибы гиганты в бой пошли да вы знаете как справляться с этим испытанием да да у вас у женщин переключат пяти испытаниях и один из них с елочки сейчас вас ждет необычное испытание которого вы не видели или видели или не видели сейчас вас ждет испытание сюрприз по цвета веди нас мама дорогая все это все испытания обычно еще и сюрпризов че я даже не зажиму бежим а тут так вот я точно никогда не а аминия рычаг пришел скажите мне пожалуйста да все все вот все ну чтож на двери вопросительный знак что находится за этой дверью небольшая интрига небольшой сюрприз для ну что небольшой соцопрос егор ты хочешь отправиться на это испытание я могу туда отправиться а ты хочешь да хорошо саша матюнин ты хочешь туда пойти очень хочу саша дубов а ты мне тоже интересно стало что же за испытание такое сюрпризом ну чтож вы все вы что все хотите получается да ну и здорово потому что ставить приглашает в эту келью всю команду это исправление для троих именно так небольшая рима что нужно делать что там нужно делать это сюрприз скажу одно главное чтобы вы помнили как играть в крестики нолики ну что готовы к секретному испытанию готовы главное не остаться пленниками до этого не хотелось 321 время пошло все ребята так ребят по углам давайте рассуемся так давайте да давайте я буду говорить на время задача участников забраться по шестам найти на потолке три работающих лампы и одновременно зажечь их работающие лампы составляют линию как в крестиках тут красный где что у тебя красный красный а он зажигается а вы нашли одну загорающуюся лампочку так у меня пока я вот нажимаю сюда 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 леня лени сюда вот это 6 6 между нами вот это между нами спасибо вам нужно заползти на все три шеста и зажечь все три лампы одновременно прошла половина времени и только я такую тут держусь я ползу 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 я держу ну а давайте одновременно она не загорается она не загорается мне кажется загорается все три загораются да что ж такое да ползи ползи очень много времени ползите я вас жду блин раз два блин я скажу вам когда выходить у вас есть еще немного времени давай давайте саша дубов ползи саша дубов ползи 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 выходите выходите время заканчивается выходите серьезно меня вам не хватило не смог просто удержаться я зажимаешь и держит меня держал просто надо не надо было двигаться в этот момент просто нажимает просто надо отжать вы и зажать shift как я сделал я там все это время сидел да это и простое физическое испытание ну что пока вам не получилось добыть главный последний пятый ключ но ничего страшного посвятать виде нас на следующие испытания время еще есть блин вот если бы пораньше это сказали конечно говорили это объясняли в начале испытания нет объяснять объясняли я понял но про то что вы отжать при этом надо было как бы я не знал алло здравствуйте дмитрий у нас в порте скоро будет биатлон приезжайте поскорее ты дурак что ли алло дмитрий виды и снова мы здесь той двери мы уже были на музыкальный код в тоже ходили добыли ключ вот и у нас остается только вот эта дверь дверь нашего боярдодрома здесь на нашем боярдодроме тебя его ждет специальное сезонное испытание его заходи в левую часть кельи а мы зайдем в правую и будем тебя поддерживать хорошо егор ты нас слышишь да возьми из сундука лук и стрел они тебе понадобятся хорошо я думаю ты поймешь все как только войдешь келью если ты справишься с этим испытанием мы получим пятый ключ ну что ты готов готов удачи 321 и сегодня на боярдодроме биатлон егор давай давай егор мы в тебя верим и егор уже на огневом рубеже он на изготовке готовится стрелять и вот на огневом рубеже показался и горд он бежит во весь опор оба обгонять пьерн далина вставая на блоке понял понял ты кнопки видишь куда стреляют мишу давай мишени давай стреляй же так стреляй времени прошло по стреляй а еще ни одна мишени закрыта для стреляй стреляй ну же его короба закрыть мишень но он продолжает но времени осталось немного бьерн далин позади волноваться не стоит нет его осталось четверть времени егор осталось четверть времени поспеши пожалуйста поторопись егор егор давай 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 ну что пойдем мы к нему выходим только одну до закрыл ну что егор я думаю дело в том что просто не привык такому биатлону я думаю я я думаю никакой ветер не помешает так сильно как эти двигающиеся блоки ну ничего страшного вот а пока егор отправляет собежать четыре штрафных круга так как закрылся в одну мишень мы с посвятали им двигаемся на следующее испытание сорян егор ну что снова неудачная серия из двух поражений у вас все еще четыре ключа саша дубов я думаю время спасать ситуацию но попробуем через станцию боярд которая здесь находится старец ура контрабандой проводит форт огромные объемы боярда полы кстати он не платит налоги а то так а то там тебя и у тебя саша дубов сейчас тоже будет возможность ограбить старца если ты сможешь зажечь одновременно все три лампы то ключ приедет тебе на четвертую платформу этого вокзала ну попробуем что-нибудь сделать с этим так это ну что ты готов да готов и так три два один время пошло ну звали обозрали их понеслась так смотрим пробуем я слежу за временем следи за временем я буду следить за его прохождением и давать совет да для начала проверь каждого реально красава что я могу сказать это потрясающе пожалуйста посвятай вот пожалуйста и и у вас уже есть пять ключей а время еще не закончилось ну что хотите заработать 6 бонусный ключ да не хочет то тарапас виталь быстрее веди нас на следующее испытание пока не посвящал одно осталось а ну проходим вы уверены что это вы хотите давай я хочу посмотреть ну вот все хорошо работает ладно я над ними еще отыграюсь бежим опасно шо это шо это такое шо это судя по надписи он эрмаз возможно это какая-то записывающая студия звукозаписывающая студия съемочная площадка вроде того я думаю да вы абсолютно правы это студия 110 зимой в башне слишком холодно да и ставить фрак в отпуске если конечно не в спячке его это испытание для тебя я приглашаю тебя пройти в эту студию и сняться в новом выпуске шоу старте фрак заходи и он тебе все объяснить давай давай удачи стива и начинается шоу старте фрак а где и заставка у нас всегда тепло у нас так хорошо добро пожаловать остались в прошу здрасте добро пожаловать егор сегодня как всегда вас ждет три вопроса два правильных ответа и ваша команда получит новогодний подарок но какой я вам не скажу но если вы отвечаете на вопрос неправильно подарок опускается на один блок я как раз думал что филиндре и тиграм нужно сделать какой-нибудь большой подарок в общем советую вам отвечать правильно и так сегодня мы поговорим про то что происходит с майнкрафтом под рождеством давайте итак первый вопрос в конце декабря сундуки в майнкрафте меняют свой вид на рождественские правда это или ложь честно я играл в майнкрафт перед новым годом и знаю что это правда сундуки меняют свой вид на рождественские и это действительно правда да сундуки действительно менялись это правда Так, еще один правильный ответ и подарок ваш. Второй опрос. Обычный сундук во время Рождества окрашен в красный цвет. Какого цвета сундук Эндера во время Рождества? Красный или синий? Ну, если он отличается от обычного сундука способом хранения, то я думаю, что он отличается и цветом, поэтому мой ответ синий. Ну, нет же сундук Эндера становится красным. Хе-хе-хе-хе. И последний вопрос. Обычный сундук во время Рождества окрашен в красный цвет. Какого цвета двойной сундук во время Рождества? Красный или зеленый? Мне кажется, что ответ красный было бы слишком просто, поэтому я считаю, что он зеленый. Зеленый, да? Ну, типа, различия подарков. Ну, конечно же, зеленый. Егор, поздравляю. Спасибо. Подарок ждет вас за дверь. Удачи всего. Спасибо. И помните, мандарины Виньем Шура эксклюзивно на шоу Старцев Ура. Е-е-е, молодец. Вот и твой подарок. Егор, забирай ключ. Сзади тебя. Сундук с ключом. Молодец. Ключ. Е-е. Поздравляю. И это шестой ключ. Я должен сказать, что хитро он тебя выловил с сундуком Эндера. Да, действительно, вопрос был довольно сложным. Ну что, передай шестой ключ Пас Виталю. Пас Виталю, держи. Это значит, что у вас есть уже одна бонусная подсказка? Ну что, вы слышите гонг? Нет. Конечно, ведь он еще не прозвучал. А это значит, что у нас есть время еще как минимум на одно испытание. Пас Виталю, веди нас. А, ну что? Да. Таинственная праздничная ширма. Что же за ней? Опа. Это еще что-то. Да это же секретный ночной клуб Майнфорта, где танцуют диско. Все обитатели Паса любят диско. А там Леди Бу есть? Леди Бу там сейчас нет. Саша Матюнин, скажи, ты когда-нибудь играл в Dance Revolution? Ты знаешь, что это такое? Слышал, но не играл. Это такой танцевальный игровой автомат, на котором тебе нужно танцевать и успевать прыгать на панели, которые загораются в произвольном порядке. Вот, в этой кельве тебе придется делать то же самое. Я сейчас скажу, я вот не очень умею танцевать, но Филиндра смогла набрать 14 баллов. Побей ее рекорд, и ты получишь ключ. Отлично. Ну что, ты готов? Возможно, это последнее испытание. Ребят, я постараюсь, конечно, не обещаю. Давай, давай. Давай, мы в тебя верим. Мы в тебя верим, давай. Итак, Паса Тайя откроет тебе дверь. 3, 2, 1. Время пошло. Ай, я дальтоник. Смотри-ка, смотри, какая платформа. Смотри, какая платформа загорает. Какая лампа загорается на стене. А, ну это наверх поднимается. Да-да. Оранжевый сзади тебя. Отлично, красный. Справее. Красный справа. Желтый, так, голубой. Зеленый. Теперь розовый. Желтый. Оранжевый. Розовый. Розовый-розовый. В этом углу фиолетовый. Фиолетовый, фиолетовый. Есть фиолетовый, магентный и розовыйый. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не успел. Не тот. да у меня лагает зеленый зеленый фиолетовые спал от тебя Chad это вы когда ты желты да голубой не забывай зеленый 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 так зеленый синий голубой синий 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 зелен где зеленый вот зеленый подо мной вот зеленый много времени поторопись немножко скоро надо будет выходить красный 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 это оранжевый вот теперь оранжевый был выходи выходи ключ но ключ я чуть не остался в плену блин кстати так все проехали да я рискнул все-таки но молодец ну что передай посвятали ваш седьмой ключ это замечательный результат я считаю счастливое число и да да и более того у вас нет ни одного пленника что посвятали отправляемся на следующее испытание а или не отправляемся ну чтож прозвучал гонг я хотел сказать к сожалению но я не могу сказать сожалению потому что у вас 7 ключей 5 из них позволят вам открыть сокровищницу а еще два вы сможете обменять на бонусную подсказку одесс ну чаш ну как устали не устали очень дали конечно если вы посмотрите на меня то поймете насколько я устал меня скинули ну чтобы встали поджес есть немножко после таких испытаний да я кстати на танцевала вы отлично справились я предлагаю сейчас немножко отдохнуть и прошу посвятали песня с комнатой отдыха наконец-то уже сил нет бежать ну что садитесь поужинаем так печенька печенька селёдочка посуды ухты курочка печенька так посвятать садись тоже с нами да то тоже сколько бегал сколько ключей носил хорошая новость одна из в том что у вас нет пленников а это значит что на совете вы сможете заработать дополнительную минуту для сокровищницы вот да расскажите как вам сегодняшние испытания очень понравились да его вот как вот что тебе запомнилось особенно телешоу старт сафуры очень интересные загадки там были а пороховая бочка понравилась достаточно неплохая но жаль что я слишком поздно понял как как ее сдвинуть с места так могли бы взять ключ саш матюнь на тебе как мне очень понравилось я очень давно ждал появление себя в келье с музыкальным кодом это не появился получился очень даже неплохо вот снеговики слишком быстро в общем получилось не ожидал кстати сам от себя ну ты кстати да отлично с ними справился да и вообще в целом кстати но пас последний я натанцевался вот прям на весь будущий год в общем саша дубов а тебе как как сегодня увидели самое быстрое ограбление станции по ярче вы понимали такого мне кажется еще никто не делал я думаю ну конечно с шестами получилась небольшая как бы не самое удачное прохождение скажем так я не сразу собрался хотя объяснили но так в целом очень даже здорово вот шестами кстати мы между прочим сразу при практически нашли комбинацию как нажать кнопки единственно да вот срывались постоянно с этих шестов но в общем и целом я доволен что вроде поужины теперь я напомню чтобы попасть на совет вам нужно найти магический кристалл я думаю для этого вам лучше будет отдохнуть вот наши кровати ну пойдемте так моя слева все хорошо как направо кнопку мыши накрывать господа ухты будильник выключить и ржан вставай или давай нет место ряд рядышком есть вас виталь представляешь они до сих пор не нашли магический кристалл ну что давай вернемся через несколько часов может быть и не найдут его у нас объявляется перерыв рекламная пауза пас виталь как думаешь как быстро не найдут магический давай разбудим просыпайтесь 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 что случилось ну что вы проснулись почему я касался на кровати саша матюнина вы проснулись и теперь ваша задача найти магический кристалл вот он ну да вот он неплохо берите мой побежал совет более сложных поисков кристалл в свою жизнь да это как проползать я объявляю совет открытым доброй ночи команда доброй ночи доброй ночи доброй ночи мэтра его 1 для вас спуститесь зал совета давай гор верим давай ты сможешь ну что его добро пожаловать на совет и вам здрасте сегодня против вас будет сражаться метр я его не вижу вы его не видите а он есть ну что ж сегодня вам предстоит три дуэли на совете и за каждую победу вы получите 20 дополнительных секунд к тем трем минутам которые уже есть у вас сокровищница пожалуйста возьмите зажигалку из сундука отлично у вас и у метра есть зажигалка по моей команде вы подожжете эти подарки проигрывая тот чей подарок сгорит быстрее если пламя погаснет вы также проигрываете ну что вы готовы до 321 поджигайте погасла егор увы но ваше пламя погасло мэтр побеждает в этой дуэли а вы возвращаетесь зал ожидания ни с чем не лучший старт для вашей команды мэтр спасибо вот это саша матюнин спуститесь зал совета ну что ж саша в первой дуэли его мне удалось заработать 20 дополнительных секунд в сокровищнице надеюсь вы сможете заработать 20 секунд но только в том случае если вас мешает мэтр и так в этой дуэли каждому из вас нужно будет один раз столкнуть вагонетку она проедет сколько-то остановится и зажжет некоторое количество ламп за каждую из зажженных ламп вы получите очки одну за зеленую 2 за желтую 3 за красную и 5 за белую очки суммируются победит тот кто наберет больше очков первый ход за мэтром мэтр прошу вас итак ждем пока вагонетка остановится итак вагонетка остановилась зажглись зеленая и желтая лампа 1 2 очка в сумме у мэтра 3 очка мэтр спасибо верните пожалуйста вагонетку на исходную точку итак у мэтра 3 очка чтобы победить вам нужно набрать больше чем мэтр в случае ничей мы сыграем еще раз теперь ваш ход я напомню что вы можете толкнуть вагонетку в любую сторону как вам больше нравится итак ну что ж вагонетка остановилась и вы толкнулись с ровно такой же силой как мэтр также зажгли зеленую желтую лампу и аналогично получаете 3 очка ничья а значит мы играем еще раз мэтр верните вагонетку на исходную точку ну что ж попробуем еще раз но теперь первый ход за вами саша прошу в этот раз вы толкнули сильнее ну что ж посмотрим неплохой результат неплохой результат зеленая и красная лампы а значит 4 очка в вашей копилке мэтр верните пожалуйста вагонетку на исходную точку итак мэтр ваш ход интересное решение ну что ж в этом раунде как видите счет 4 3 вашу пользу саша и вы выигрываете 20 дополнительных секунд тем трем минутам которые уже есть у вас сокровищница мэтр покиньте пожалуйста совет спасибо мэтру спасибо вам мэтр 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 Я прошу вас покинуть совет, и хочу сказать вам спасибо за то, что вы победили в первой дуэли, хотя ничего не сделали, и победили в третьей дуэли, хотя ничего не сделали. Команда сделала все за вас. Ну что ж, подведу итоги. Все активные действия на совете выполняли вы. Впрочем, благодаря этому вам удалось выиграть всего лишь одну дуэль из трех, и в сокровищнице у вас будет 3 минуты 20 секунд. Я объявляю совет закрытым. Мы побежали. Вот, Егор, гоняешь. Ты сможешь, не обгоняй. Я просто клоун. Не обгоняй, пункс. О, привет, а я уже жду вас здесь. Ну что ж, сокровищница уже скоро, но входить туда без кодового слова бессмысленно. Поэтому сейчас, в пяти приключениях, я желаю вам заработать как можно больше подсказок. Да, благодаря семи ключам у вас уже есть две бонусные подсказки, но предлагаю на этом не останавливаться. Итак, Саша Матюнин, начнем с тебя. Это морозильная камера нашего флота. Твоя задача протолкать вагонетку до сундука с четырехзначным кодом, сообщить его команде, и команда достанет подсказку вот из этого сейфа. Чтобы тебе не было слишком легко, некоторые рельсы сломаны, и тебе придется их починить. Небольшой совет. Прежде чем чинить рельсы и вообще что-то делать, найти уже установленный рычаг и активируй его. Тогда твои товарищи смогут очень сильно помочь тебе. И постарайся не терять время. Сложненько, ладно. Давай, удачи, отправляешься за первой подсказкой. Итак, 3, 2, 1, время пошло. Давай, удачи. Удачи, мы в тебя верим. В скупках, да. В первую очередь, да, подсказывайте ему. В первую очередь тебе нужно найти установленный рычаг и активируй его. Так, смотри, попробуй. Вот над тобой, может быть, что-то есть. Там наверху. Я нашел наверху. Посмотри, наверху. На самом верху. Чуть правее, чуть правее. Залезь на... Нет, в другой стороне. На гол. Над выходом. Залезь на тыкву, на тыкву, на тыкву. На тыкву залезь. На тыкву залезь, залезь на тыкву. На тыкву. Подпрыгни активизм. Все. Саша, Егор, вернитесь. Саша, Егор, вернитесь. Так, 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 сейчас. Ага. Смотрите, за вами открылась комната. Прочитайте, что в сундуках. Так, первый, второй, третий. Надо открыть сундуки. Первый рычаг подо льдом. Первый рычаг подо льдом. Второй рычаг, побаривайся с водой. Попробуй найти первый рычаг подо льдом. И одна из кнопок с залианами. Так, первый подо льдом. Сейчас Саша ищет рычаг подо льдом. Да. Перед этим первым рычагом ты сможешь выпустить вагонетку на рельсе. Так. Установи его на голубой блок и активируй. Все. Отлично. Толкай вагонетку. А, застрел. Попробуй потолкачу. Давай, поспеши. Время уходит. Итак, где находится второй рычаг? В аквариуме с водой. Итак, рельс двинут и дальше ты не сможешь двинуть вагонетку. Тебе понадобится рычаг из аквариума с водой. Все, заплывай туда, ищи его там. Нашел. Все, отлично. Отлично. Давай, выплывай. Время еще есть. Блок в углу. Установи на голубой блок и активируй. Рычаг. Да я пытаюсь. Отлично. Отлично. Так, теперь кнопка с залианами где-то должна быть. Где-то с залианами кнопка должна быть. Нажал? Все? Кажется, эта кнопка ничего не сделала. Ага. Ищи еще, ищи еще там кнопки. Нажимай все. Там снизу, попробуй найти еще кнопку. Там может быть снизу есть. Времени осталось не очень много. Все, отлично. Вот поигрейс появился. Толкай, поигрейс появился. Толкай, обратно, толкай, обратно, толкай. Времени осталось не очень много. Будьте готовы вводить четырехзначный код? Быстрее быстрее быстрее. Егор или Саша? Я готов вводить. Готов, я готов. Ага, все. 8309. 8309. Все, есть, есть. Забирай. Мы забрали подсказку, выходи. Есть, отлично. Есть. Ветель, держи подсказку. Отлично. Ну что, у вас есть уже первая подсказка. Отлично. Ну что, первая подсказка уже у нас. Пас Виталь. Иди нас на следующее приключение. Молодец. Я хочу сказать, что оно будет необычным. Я старался, ребят. Что-то все сегодня необычный. Ты молодец. Ты молодец. И уже страшно. Ты немножко долго искал рычаг, конечно. Я упал, продолжай. Я упал, продолжай. Все. Я в порядке. Егор, тебе еще четыре круга, не забудь пробежать. Да, кстати. Ну что ж, это приключение на троих для всей команды. Рядом с вами, рядом с вами находится сундук. Конечно, он запаролен, и вам нужно отыскать четырехзначный код. Посмотрите наверх. Видите цифры? Видите цифры на террасе форта? Да. Итак, на террасе форта располагается десять цифр. Четыре из них, в порядке возрастания, дадут вам код от этого сейфа с подсказкой. Чтобы узнать, является ли цифра частью кода, вам нужно запустить в нее фейерверк. Достаньте, пожалуйста, фейерверки из этого сундука. Каждому поставьте. Есть. Готово. Готово. Итак, помните, что время ограничено. Три, два, один. Время пошло. Я на пятерку, я на пятерку. Давайте распределяемся. Так, давайте я на однерку. Я на нолик. Пять. Пять. Пять является цифрой кода. Три. Три. Я на тройку. Так. Так, я на девятку. Тройка, цифра кода. Тройка. Итак, две цифры уже найдены. Обе я нашел. Нужно найти еще две цифры. Восьмерка вроде цифры кода, вроде бы, но не пойму. Давай я попробую запустить. Пускай. Вы можете запускать сразу несколько фейерверков. Аккуратно под восьмерку. Семерка цифра кода. Так, нужно найти еще одну цифру кода. Восьмерка нет цифра кода. А семерка цифра. Так. Нужно найти еще одну цифру. Время уходит. Итак, какие цифры кода вы уже нашли? Шестерка. 357. 357. Ага. Мне кажется, хватит проверять шестерку. Вы уже знаете, что это нет, только кода. Так, двойку проверяли? Ребята, время утекает. Вам нужно найти еще одну. Четверку двойку проверяли? Проверьте, какие ты тут еще вы не проверили. Идите, проверяйте следующую цифру. Времени осталось не очень много. Двойка. Ребята, кип. Тройку проверяли? Тройка проверяли. Тройка часть хода. Три, пять, семь. Вам нужно найти еще одну титул. Как можно быстрее. Вы проверили девятку? Да. Проверили девятку. Девятку я проверял, да. Проверяли ноли к четверку, но пока не одна. Возможно... Есть подсказка. А, время заканчивается. Есть подсказка. Да? Я взял ее. Молодец, отлично. Так, ну что, передайте вторую подсказку по цветам. Отличный результат, пока идем без поражений. И сейчас я попрошу Сашу Дубова отправиться готовиться к следующему приключению. Давай, Сань, мы будем валить за тебя. Спасибо. Верим в тебя. Сейчас мы отправимся на это приключение. Но, кстати, оно не только для Саши Дубова. Как вам пока? Как вам это приключение? Расскажите. Неплохо, празднично. Очень даже интересно. В общем, интересно попадать в это все. Надо точку еще находить, куда, откуда стрелять. Ну и в честь Нового года постреляли салютиками. Ну да, вот такой небольшой салют. Ну что, я думаю, Саше Дубову не понадобится много времени, чтобы подготовиться. Мы уже можем отправиться за Пас Виталием на следующее приключение, где он будет ждать наставку. Побежали! Саша. Ого, Саня! Ты что там забыл? Я не знаю, как я там оказался. Пасите. Все нормально, Дубов. Как вы видите, Саша находится на мишени. Но это только одна часть приключения. Приключения для двоих. Егор, твоей задачей будет добраться по вот этой перекладине до нашей прекрасной яхты и забрать подсказку. Как ты видишь, на перекладине находятся железные прутья, которые помогут тебе продвигаться по перекладине. Но, конечно, тебе нужны еще прутья, и они находятся у Саши. Пожалуйста, возьми из сундука гидрокостюм и надень его. Также тебе понадобятся лук и стрелы. Ну что ж, ты на позиции. Я напомню, что Саша Дубов находится на мишени. А если есть мишень, должен быть стрелок. И именно тебе, Егор, придется попасть стрелой... Нет, не в Сашу Дубова, а в центр мишени. Хотя он рядом. Как только ты выпадешь в центр мишени, Саша Дубов освободится и сможет передать тебе нужные железные прутья. Внимание! Если ты собьешь Сашу из лука, приключение будет проиграно. У нас так не принято. Ну что ж, Егор, несмотря на то, что ты биатлонист в Майнкрафте, пока в стрелковых испытаниях ты показывал себя, ну, процентов на 20, давай скажем так. Так. Я надеюсь, что сейчас ты реабилитируешься, добудешь железные прутья и добудешь нашу третью подсказку. Итак, ты готов? Да. Саша Дубов, ты готов? Готов, только не сбейте меня, пожалуйста. С тобой все будет хорошо. Суть этой приключения, суть этого приключения, чтобы попасть в мишень и тебя уронило. Не бойся. Хорошо. Надеюсь, вы добудете третью подсказку. Три, два, один, время пошло. Аккуратно, попадай. Аккуратно, Цельси, чуть выше, попробуй. Так. Чуть-чуть-чуть ниже попробуй, потому что почти по кнопке попал. Еще ниже, маленько. Немножко ниже. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Левее. Не совсем куда. Отлично. Отлично, аплоди. Давай, давай, давай. И, Аликс, упал. Спускайся на лестницу. Сейчас Аликс передаст тебе железные прутья. Постарайтесь не терять времени. Так, вот все, вот остальное, все. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай быстрее. Да, Егор, убедись, что у тебя 27 тысячи. 27. Отлично. Теперь быстро подвигайся по перекладине. Давай, Егор, аккуратно, не торопись, но поторапливайся. Залезай. Ставь. И, и пошел. Не забывай держать control. Не забывай. Control и вперед. И прожимай. Да, и прежде чем продвинуться, ставь новый железный крут. Так, отлично, отлично. По, чуть-чуть побыстрее. Аккуратненько только. Самое главное, аккуратно. Пошел, 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 пошел. Пошел. Пошел, пошел. лично пошел-пошел-пошел молодец давай 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 уже отлично идешь отлично больше половины пути кстати дано прошел до уже больше уже но по мне больше высекаете тебе тоже поспешить ты потратил немало времени на то что без сбить алекса смешение поэтому тебе лучше поторопиться слегка ускорбится но не забывай держать кнопки за нажат давай давай немножко осталось не очень много только пожалуйста не сорвись прямо перед я осторожно осторожно поспеши время столицу видишь под тобой уже я поможешь нам к сожалению время вышло может спускаться и возвращаться к нам подсказка сгорела саша дубов может снять гидрокостюм может тоже снять гидрокостюм и давайте отправимся на следующее подключение еще ничего не кончено посвятали нас еще успеем собрать два подсказки еще с двух ключей блин вообще отлично нормально нормально как бы да как это как как я люблю говорить not bad не кровать прикольно бежим 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 ну что ж не во всех не во всех приключениях форта вам требуется сила скорость или сноровка в этой необычной келье тебе егор понадобится вся твоя внимательность и хорошая память мы так и называем эту келью зал памяти там ты встретишься со старцем фура и сможешь принести нам еще одну подсказку кстати чуть не забыл в испытаниях вы добыли 7 ключей и я вам прошу пас виталя опустить два бонусных ключа вот в эту воронку отлично за это егор в зале памяти ты гарантированно получишь две бонусных подсказки которые помогут нам отгадать ключевое слово это хорошо ну что я предлагаю тебе реабилитироваться за предыдущие приключения заходи в зал памяти желаю тебе хорошей памяти и успех егор давай спасибо нужно больше подсказок добро пожаловать зал памяти егор здравствуйте старец фра итак чтобы получить подсказку вам не нужно становиться на стульчик и рассказывать стиршок вместо этого запомните все что сможете запомнить у вас 20 секунд время вышло идите сюда садитесь доброй ночи доброй ночи у меня для вас есть хорошая новость сутки слева от вас есть две подсказки вчера вы заработали аж 7 ключей было бы странно не наградить вас за это а теперь тому зачем мы здесь у вас есть возможность получить еще одну подсказку для этого вам нужно напрячь свою память и ответить хотя бы на два вопроса помните что у вас есть право на одну ошибку и бомби итак первый вопрос на полу лежали запакованные подарки сколько их было если я правильно помню то именно на полу до шала три подарка ты подарок да их действительно три кстати еще три лежали на музыкальном блоке да это было так я сначала хотел ведь 6 уже именно эти подарки еще один правильный ответ и подсказка будет вашей второй вопрос какое испытание первое испытание первое испытание сегодняшней игры испытания немного сложный вопрос подумайте хорошенько но я попытаюсь вспомнить а подарок с ключом не считается нет 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 это просто был подарок какой же испытать испытания давайте так на первом испытании мы получили ключ возможно это испытание с пряниками ну как же так какие пряники но это же был зимний дворец да наверное надо было задать этот вопрос саша матюниного снеговики доставили ему немало хлопот в одном и так решающий третий вопрос внимательно слушайте сколько стаканов молока стояла на столе один стакан или же ни одного на столе стояла тарелка с печеньками и один стакан молока вы уверены да и действительно один стакан молока что может быть лучше под новый год разве что подсказка которая заслуженно достается спасибо поздравляю спасибо можете удачи да не забудьте забрать подсказки взял удачи спасибо до свидания ну что егор три подсказки у нас за это испытание у вас не три подсказки вас три подсказки за приключения и две бонусная это значит что у вас уже пять подсказок у нас все шансы ребят держи все подсказки давненько так не играли да уж это точно ну что скоро мы отправимся на следующее приключение а пока я попрошу сашу матюнина заранее отправиться и подготовиться к его приключения хорошо давай удачи просто можешь спрыгнуть пас виталий веди нас саша привет здорово все так как нормально ну так холодно чуть-чуть зима все-таки блин на счет и хотел у меня теплокостюм там нормально ну что же саша матюнин уже готов саша твоя задача довольно просто увидеть четыре цифры которые в порядке возрастания дадут вам код от этого сейфа с подсказкой егор саша сейф находится сзади вас основная задача основная задача лежит на тебе александр дубов достань пожалуйста из сундука лук и стрела да это еще одно все руковое испытание так его я предлагаю тебе ради техники безопасности стать за кодовый сундук заодно ты сможешь вести по ну что в этом приключении вам не придется стрелять своего сокомальника вместо этого тебе александр придется стрелять блоки динамита которые будут падать на твоего сокомальника не убей меня саша матюнин проплывай туда туда проплывай дополнили плыви и так цифры спрятаны под этими блоками динамита и как я уже сказал задача саша матюнина увидеть их и прокричать на а тебе саша дубов придется стрелять в эти динамиты и обрушивать их на сашу матюнина саша матюнин небольшой совет динамиты будут падать в воду и я советую тебе уворачиваться от них а то ты останешься без лодки ну что саша матюнин ты готов я готов только предупредив какие ты будешь ряды стрелять тебе я желаю здоровья а саша дубову я я желаю пройти это приключение попасть динамиты и сделать это до того как выйдет время и подсказка взорвется поспешили времени на это приключение не очень много и так 321 время пошло какой ряд так самый верхний сначала стрелять самый верхний блок динамита много на цифра всего 4 напомню тебе целиться на чуть-чуть выше так там пусто давай лучше стрелять почаще чтобы успеть надо стреляй стрелять и глава стреляя тут с краюшку так не попал саша саш ты уже видишь какие-то цифры так не стреляй пока пока не стреляй нет цифр нету давай осторожно есть что-нибудь пока нету пока ничего не вижу это последняя цифра ну как так пока ни одной цифры давай сама да есть цифра 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 8 запоминай осторожно цифра 8 куда ты поплыву меня заплыви обратно времени не очень много ясной фраз цифра 3 без лодки 8 лифра 3 8 3 а вы и будь осторожен пожалуйста вот этот ряд сбивай короче да есть еще ряд из 6 динамитов но помнишь то время осталось не очень много поспеши пожалуйста дальше все все ломаю сюда поближе давай вот эти первые ряды она раньше поспешить остается не очень много времени давайте 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 сюда первые предоставляю ну же блин я не вот до дальний ряд может быть там что-то есть уходит быстрее еще увы саш батюнин возвращайся к нам простите ну тут ничего 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 страшного блоков динамита действительно немало а цифра всего 4 ну и ладно ну что к сожалению стрелковые приключения вам сегодня не очень удаются что биатлон что навесные прутья что подвесной динамит к сожалению во всех этих испытаниях и приключениях вы не смогли ничего заработать и наше приключение подходит к концу я хочу сказать что это не так страшно потому что у вас есть три подсказки а также еще две бонусные подсказки за испытания и в итоге у нас целых пять подсказок я надеюсь с пяти подсказок вы сможете отгадать ключевое слово а теперь пас Виталий веди нас закончить ух пять подсказок пять ключей ну что ж игра подходит к концу я надеюсь что она закончится на мажорной ноте вы гадаете слово и вынесете как можно больше золота у вас пять подсказок три за приключения две за бонусные ключи и я напоминаю что в тигре на головах вы можете взять еще одну или две дополнительных подсказок если конечно они вам понадобятся благодаря совету у вас три минуты 20 секунд это неплохо но помните что эти три минуты 20 секунд пролетят очень быстро как один мир поэтому не теряйте времени ну что вы готовы до готовы и так 3 2 1 время пошло вот ваши подсказки так ребята распределяемся подсказки сразу все разбираем чтобы каждого давать солнце холос стужа зима позже еще раз мороз мороз по коже стужа мороз и солнце все мороз 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 так точно осанна весна его я м поставлю на австан о вот 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 все готов он находится слева встань на а ну что мы готовы на старике буквы о все проверяем по буквам ровно встань только вот все ровно стоит вот да все да давайте проверяем м а да 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 все всё на месте зома счета готовы мы готовы Филиндра! Поверни голову тигра! Есть! Бежим! Отлично! Бегите, забирайте как можно больше золота! Так, давай, давай, давай! Давай, набрал и сразу же, и сразу же беги и высыпай золото! Я могу брать отсюда тоже! Давай, давай! Давайте, не теряйте времени! Куда нам его высыпать? Давай, давай! Быстрее, быстрее! В сундуки, в сундуки! А как сразу весь инвентарь очистить? Можно, пожалуйста, совет? Никак, никак, никак! Да чё слагает-то у меня так? У меня тоже подлаг есть! А у меня тут, блин, подсказка да ядро, блин! Да, всё, высыпайте, и быстрее бежите снова! Быстрее бегите, ну что же вы стоите! Быстрее, быстрее, быстрее бежите! Бегите, быстрее! Бегите несколько раз! Я пока остальное скину то, что у меня есть! Да шо шума так тормозит-то всё! Быстрее, быстрее! Времени осталось не очень много! Ребята, за решёткой тоже следим! Когда закрываться будет, надо будет выходить! Потому что, как бы, в ходах не так много у нас получится! Я сообщил вам, когда решётка будет закрываться! Пока вынесите как можно больше золота! Заряд гадывали кодовое слово что ли? Давайте быстрее! Всё, беду-беду-беду! Время ещё есть! Заберите как можно больше! Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим! Чем больше тем лучше? Ааа, у меня лагает! Чем больше тем лучше? Чем больше тем лучше? Я пока выкидываю сколько с ним? Решётка пошла! Возвращай! Решётка пошла! Всё, нет-нет-нет-нет! Назад-назад-назад-назад! Сейчас лучше ещё возвращаться! Давай быстрее! Беги-беги-беги! Всё-всё-всё-всё-всё! Ну и высыпай всё на весе! Фух! Ребята, мы молодцы! Всё! Вставайте! Вставайте сюда! Молодцы, браво, да, браво С этих пяти подсказок вы довольно легко отгадали кодовое слово, давайте же его обсудим Итак, кодовым словом действительно было слово мороз Обсудим подсказки Холод, холод это примерно то же самое, что и мороз, только в чуть меньшей степени Мороз и солнце, день чудесный, известный вам со школы строчки Кожа, мороз похоже, также известное вам выражение Стужа, это то же самое, что мороз, и конечно мороз бывает зимой Если бы вы пожертвовали кем-то за дополнительные подсказки, вы бы получили подсказки Дед, Дед Мороз, мы все его знаем И Крепкий, крепкий мороз, то есть очень сильный холодный мороз Ну что, хочу послушать вас, Саша Дубов, как тебе сегодняшняя игра? Давненько такой веселый и интересный, и волнительные игры у меня не было, честно говоря Я других слов не подобрать, если честно, реально классно было Саша Матюнин, я уже сбился со счета, сколько ты к нам приезжал Каково тебе было в этот раз? Ну, новогодний спешал, так сказать Мы сегодня прям сработались как надо С прошлого раза, да, и получилось 7 ключей, 5 подсказок Ну тут грех не выиграть было, и подсказки такие, кстати, да, на самом деле Я как только прочитал кожу, и на слуху было вот это с тужем Прям холод, тут сразу мороз по коже, ребят Мороз, побежали, все, и да Леонид Ермолик побежал грабить фортлояр Да, 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 шок, сенсация Егор, наверное, сегодня в испытаниях ты выступил похуже, чем два Саши Но и на твоем личном счету два ключа и подсказка Это круто Расскажи, как тебе сегодняшний игра? Ну, конечно, это все испытания и приключения, это очень интересные У всех очень интересный формат, мне понравилось в них участвовать Вообще, мое участие здесь мне очень понравилось Всегда мечтал тут оказаться, и наконец-то это сбылось Ну что ж, теперь я предлагаю вам и нашим зрителям посмотреть самые смешные моменты сегодняшней игры Внимание на экран Ну да Встаем Нормально стоим? Куда-нибудь уже Да встаньте Не стойте друг в друге только Вот, все, стоим Ну что, вы слышите, Горн? Нет И я его не слышу А он есть 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 А, ребят А, ребят Спокойся, бегуете Да сладоюсь Ух ты Ух ты Неплохо, выключите Держал, вставай В этот раз вы толкнули сильнее Ну что ж, посмотрим Будьте здоровы Спасибо Пожалуйста, возьми из сундука гидрокостюм и надень его Также тебе понадобится звук и стреля Извините Извините, пожалуйста Извините Время вышло Можешь спускаться и возвращаться К нам подсказка сгорела А можешь уплывать найти Отсюда Все, ладно Мы ждем Верните, пожалуйста, к залу памяти Верните к залу памяти А где он? А где он? А где он? А где он? Хороший вопрос Да, а ведь у вас совсем туго И жестко А где он? Ягуар, почему тебя? Ягуар, почему ты нет нормального диспорда? Он есть, там аккаунт Росаврикой клоун Росаврикой клоун Росаврикой клоун Нас покидает Это реально Прям идет Саша Составляем завещание Я Александр Маджуни Составляю Сейчас Я Оставляю Элиосу Верующему Форд Боярд В Майнкрафте Годовой запас Тархуна Стартов Ура Я завещаю то, что останется от этой ложки А своей команде Я завещаю Эту шестую подсказку Если она обрушится мне на голову Дальше Прекрасно Сейчас поставим печат Удачи И золото, если мы угадаем кодеки И можно, пожалуйста, под ночную тему Боярда Вот это все Ночную тему Боярда Да, да, да Все Можете продолжать Да, короче Редкий зараз Ходжу Так Еб**о надо Кто там кудахчет? Закрите здесь, я спать хочу Мэтр И на Новый год Все, как вы говорите Дарят подарки Да, мы злови вас скорее А в чем смысл? Все Ааааааааааааааааааак а 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 Ну что, выпуск получился такой хороший, что... Но, как сказал Егор, смешные моменты, можно вставить вообще весь выпуск. Прекрасная игра, я думаю, мы хорошо провели время и достойно попрощались с уходящим 2020 годом. Но давайте вспомним, зачем мы здесь. Форт Боярд — это всё-таки игра, где нужно заработать как можно больше золота. Вы вынесли огромное количество боярдов, давайте же узнаем, сколько именно. Внимание на табло. Так. Механизм весов заработал. Вращайте... вращайте барабан. 5, 5, 25, 225. И... Всё. 225 боярдов — это огромный выигрыш. Я поздравляю вас. Отлично. Ну что, специальный предновогодний выпуск подошёл к концу. Я благодарю вас всех, что вы приехали и поучаствовали в нашей игре. Спасибо большое, что пригласили. Я благодарю тебя, Пас Виталь, за то, что указывал нам путь и хранил наши ключи и подсказки. Я благодарю всю нашу команду Майнфорта, которая делает эту игру возможной. И я благодарю наших зрителей за то, что вы присоединились к нам в этот замечательный вечер. А я напоминаю, что в 2021 году выйдет новый, третий сезон Майнфорта. Мы ждём вас. А на сегодня мы прощаемся с вами. До встречи в Майнфорте. И счастливого Нового Года. Ура! Пока! С Новым Годом! 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 С Новым Годом!